Всем привет! И снова The Brash 2019. Давайте в этом видео постараюсь покороче, просто как ответить на вопросы, рассказать то, что у меня вылезло в процессе работы, какие плюсы, какие минусы этой программы, именно вот когда вы начинаете с ней работать. Первое, что хочу ответить, что повторюсь, этот канал я делал именно для начинающих, именно для понимания, как начать работу, и вот всё простенько, вы просите сделать что-то более профессиональное такое, допустим, по знакам, ещё там по чём-то. Ну, давайте пока в этом канале будем изучать простейшие вещи, именно как сделать тот или иной, допустим, знак, ту или иную модель проще для понимания, для тех, кто начинает именно только изучать эту программу. Тем, кто более-менее уже подкованный, наверное, здесь будет неинтересно, на этом канале. И там уже в YouTube есть стримы, более-менее такие продвинутые профессионалы, профессионалы, которые дают уроки, вот именно там тоже можно подчёркивать информацию. Так, это первое. Второе. Косяк у меня выскочил в этой программе, то, что вот эта модель, когда вы здесь её переделывать начинаете, любую деталь, которую вы сделали, её не принимает седьмая модель и восьмая. Не знаю почему, но вот такая вот штука у меня вылетела. Так, вторая штука. У меня не работает здесь MOV. Когда вы начинаете писать, вот именно видео процесса работы, и потом вы её дописали, и жмёте MOV, жмёте паузу, жмёте экспорт, всё он вам высвечивает, вот The Brush MOVI, туда-сюда вы начинаете её сохранить, и он вам показывает, извините, ошибка при экспорте именно видео вышла. Кто знает, где-то может настройки MOV, всё вроде облазил, не знаю, что-то у меня ничего не получается, подскажите, тот, кто знает. Так, это второе. Даже третье уже. Так, четвёртое, погнали. Когда вы начинаете работать, вот допустим, с любым саптулом, начинаете его вертеть, начинаете его там передвигать как-то, у вас прописывается именно вот здесь вверху работа именно вот с этим саптулом, именно вот с этим. Когда вы переключаетесь на другой саптул, и начинаете его, допустим, или подгонять, или, допустим, делать ему другую форму какую-то, три действия делаю, вот тут тоже прописывается именно вот на этот саптул действия. В семёрке всё прописывалось, вся работа именно поэтапно. Здесь вот самое прикольное, что вы жмёте Ctrl, Ctrl Z, Ctrl Z, и возвращается именно работа вот этого саптула. Вы переключаетесь на другой саптул, и делаете Ctrl Z, Ctrl Z. Всё, вы вернули. Также вы можете нажать Ctrl Shift Z, и вот опять всё вернуть назад. Прикольная штука, удобно. Так, это четвёртое. Так, пятое. Вот тут такой полозок, он расширяет количество саптулов видимых. Вот можно видеть 24 саптула. Прикольно. Так, что ещё я хотел рассказать. Подписчик мне один написал, что у него не загружаются текстуры. Именно вот в этой программе у меня текстуры полностью загружаются. Всё нормально. Всё вот устанавливается. И можно с ними работать. Единственное, что у него, наверное, интерфейс не подолган. Смотрите в видео. Оставлю под этим видео именно ссылку. Как что исправить. Так, в чём ещё? Какие косяки ещё тут появились? В саптулах, когда вы всё это дело вот так вот нажимаете, в семёрке и восьмёрке вы нажимая вот на этот глаз отключали все саптулы. А потом вы уже переключались на один вот этот саптул и с ним работали без вот этих. Тоже, кто знает, посоветуйте. Тут приходится тогда выключать каждый саптул и оставлять вот этот. Если саптулов очень много, это очень неудобно. Это получается, что косяк вообще жесть. И так жал, и так жал, вы видите, что не появляются, не открываются следующие саптулы и не исчезают. Так, это вот ещё один такой вот казус у меня вылез в работе. Если кто-то знает, как это настроить, тоже подскажите. Ну и вот для начала в принципе всё, что хотелось бы сказать. Это вот в процессе работы одной модели у меня вылезло. Когда я делал знаки и другое что-то, у меня такой проблемы не было. Вот когда начал более-менее не ахти какую модель, но более-менее такую посерьёзнее переделывать, вот такие казусы именно показались. Если у кого-то точно такие же проблемы, пожалуйста, напишите и расскажите, если кто-то их, так сказать, победил, как-то изменил, где-то настройки как-то подогнал. Мне будет очень интересно и очень полезно для дальнейшего, так сказать, для дальнейшей работы в этой программе. Всё, всем пока, до свидания.